Один день остается у жителей округа на то, чтобы внести свои предложения по благоустройству общественных территорий Наринмара. На сегодняшний день в мэрию поступило чуть более 100 заявок. Промежуточные итоги сбора предложений от жителей на создание благоустройства общественных пространств подвели в ходе заседания межведомственной комиссии по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды. Сделать свой двор уютным и красивым, а на месте пустыря организовать общественную зону. Такая возможность еще в прошлом году появилась у жителей Наринмара и поселка Искателей в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. В этом году возможность воплотить свои дизайнерские идеи в реальность появилась у жителей еще двух муниципальных образований округа. Если в 2017 году перечень муниципалитетов, участников определял сам субъект, были определенные только требования, чтобы обязательно административный центр участвовал, то на 2018 год в проекте должны участвовать все муниципальные образования, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения выше тысячи человек. Значит, у нас в Нинском округе у нас четыре таких муниципальных образования. Это город Наринмар, поселок Искателей, Приморско-Куйский и Канинские сельские советы. В поселке Красный, например, планируется обустроить зоны отдыха и дополнительное уличное освещение, а в селе Несь привести в порядок детскую игровую площадку. Определен план работы на текущий год и в администрации поселка Искателей. Проработали семь объектов по заявкам жителей, которые оставались у нас с прошлого года. Собрание с представителями всех, так сказать, заинтересованных, мы провели еще до нового года. Все это вывешено, так сказать, на сайте. И план мероприятий на этот год, на 18-м уже определен. Это у нас получается, значит, семь объектов. Из них будет четыре общественных территории и три, это будут здоровые. Иначе обстоят дела с благоустройством общественных территорий в Наринмаре. По условиям проекта, идеи, предложенные жителям города, соответствующие всем требованиям и критериям, должны быть визуализированы и выставлены на рейтинговое голосование. За период с 11 по 5 на 5 число поступило 104 заявки по благоустройству Наринмара, из которых на все время идет подбор на соответствие критериям, предъявляемых общественным зонам. Из поступивших на сегодня 104 заявок, до 17 попадают по те требования, которые предъявляются к общественным территориям. Опять же, исходя из возможностей бюджета, можно предположить, что фактически на рейтинговое голосование уйдет от 8 до 10 проектов. Напомню, прием заявок по благоустройству дворов и общественных территорий завершится 9 февраля. Вся процедура отбора городских общественных территорий должна быть завершена до конца марта. Добавлю, что в текущем году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» наш округ получит из федерального бюджета порядка 6 миллионов рублей. Еще 60 миллионов рублей предусмотрено в региональной казне. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север».